пламенный привет всем любителям глобальных стратегических стратегий глобальных господи глобальных стратегических игр запутался вы видите и слышите алексея халецкого значит вы на канале лёша играет и я надеюсь это финишная прямая прохождение old world за хитов на последнем уровне сложности высоком уровне сложности финишная прямая потому что либо я вот эти две амбиции выполняю и побеждаю либо скорее всего египет египет вот ему три очка осталось либо он выполняет в общем то но тем не менее если вы наткнулись на это видео случайно то лучше перейдите к первой серии ссылка в описании и в прикрепленном комментарии носить кино суд события набожные христиане кусараны в порыве сильных религиозных чувств устроили при дворе жаркие дебаты они требуют прилюдно осудить карфаген за приверженность манихейству вы охренели они чушь нас вообще иудаизм то что точно не кусараны зачем-то встали христианами охренели полностью блин но примерим обе харизму заодно получим но это бред так командир из города анце анция очень быстро разрушается в рядах армии вызывая изумление у нашей верхушки генералов перспективы здесь явно неплохие так придворный солдат в эти придворного солдата нам ну муштры у нас и так немерено вдруг его можно этим ой блин я что-то выбрал даже не посмотрел все случайно нажал на кампин а можно узнать что вообще происходило только что что там за событие было факт вы наверно сможете в записи видео перемотать уже так быстро это нажал а как я тут я даже не могу наверное вернуть могу я вот это о могу слава богу так матриарху кадусе города хлеб кажется что рвение верховной советницы не калмати младше к иудейской вере последнее время ослабло ну да давайте завоюет расположение так я бы хотел как-то куст саранов в религию то вообще возможно нет по ходу у нас принцесса кстати глава перейти в государственную религию пускай глава перейдет в государственную религию согласен так теперь проверяю агентов могу ли еще назначить так тут сидит тут сидит подождите 4 вот тут и вот туда еще свободно да вот и мы взяли война ведь его можно агентом 2864 давайте вот сюда его так хочу опису кто-то берет опис ну все мне одного агента осталось посадить каким-то образом хочет где-то надо великого человека просто получить библиотеку построили может мне тогда конец генерала освободить и его в агенты вот так наверное можно сделать так только вы тюрьме походил правда вот у меня генерал здесь раз проверим смогу ли я давайте отпускаю генерала вот этого мы повысим нет все таки не все доступны вот этих глянем вот это у нас кто был он командир то есть командир может быть агентом освободили мы сейчас вот эту герцогиню консорт она командир ну вот жалко не написано нигде какие конкретно давайте героя поищу может где-то у нас есть этот генерал тактик может тактик давайте освобожу проверим надо было чтобы где-нибудь было написано конечно про агентов кого можно в агенты отправлять потому что это не дело нет а а ну вообще вот у меня отмечено но это все в агентах это все ребята в агентах сидят ладно пока буду заканчивать видимо ну не буду пока еще кого-то отправлять так суд так там чудо я строю больше мне нету смысла копить камень я так понимаю святилища кром суд кром кром сепы какой-то давайте старый писи загадить тут открываю что-то что минут снизит следующим ходом во всех городах на один уровень недовольство так украсть не могу пока низковатый уровень каши приехал тут предательство 42 процента а что предательство вообще делает вот у меня восстание делал кто-то вансы и в риме она пока я не буду я сам это делать не буду стоим на месте блин 22 приказа может что-нибудь все-таки поделать посол торговое соглашение верховный сенот может христианство немножко улучшить отношений ладно мы то все равно меня я надеюсь что кусараны вернуться обратно в луна истинной веры иудейской блин три очка у египта осталось сейчас очень долгие переходовки хода я их вырезаю в общем то оно и до этого были вы замечали что побольше я решил их уже вырезать блин посол погибло так одежь минус один уровень дальше не открыл не открылись нужные мне тихи ладно давайте наверное особняк наконец-то откроем хотя а нет все боевой кодекс вот она ведет туда куда мне надо боевой кодекс открываем нового посла выбираем ну минус 1 2 культуры хрен с ним пройти давайте проверим что я не могу ее посадить в агентурную сеть да не могу герцог тут халия с каждым днем походит на своего отца и станет алчным тоже вырослый тянется к знаниям будет и философию изучать так красители обработали давайте я почему не тут предлагают вот 7 и 4 вообще-то библиотека и спеца в красителе еще один так давайте смотреть как у нас в городах о в хатусе нулевой уровень короче можно все весы отсюда уже куда-то перебрасывать и нулевой в риме минус 1 до и нулевой ванцы но так короче мы из хатусы меняем пока все вот эти рез и по-моему и так должно хватать до минус 14 отправляем в капу так минус 0 2 пошло и и и в рим так во все остальное пока отправляем в халебе снижаем уровень недовольства отлично баню тут буду делать холодную купальню ну стрельбище почему нет предлагает город тут но я хочу стрельбище я хочу стрельбище еще одно это надо как то вот если карфаген на нас нападать будет понимаете против него ставить как-то блин два очка египту осталось нет нет не честно все наверно не поставится еще до давайте ферму любимый зритель если тебе нравится видео то поставь пожалуйста лайк и оставь комментарий кроме того где то либо здесь либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети ну а если ты все еще не подписался на мой канал то конечно же подпишись можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков патрициев а некоторые видео раньше чем для других зрителей кроме того появилась функция супер спасибо где то под видео это как донат только не во время стрима а только этому видео всем спасибо за поддержку в капли ров сделаем время празднество было стены кадеша денег них не хватает ладно-ка значит они денег еды фанатик ну фанатик мне кажется не становится так этот у нас командир тоже не становится агентом эх два очка египту так у египта больше очков не стало ладно заступается обратили в иудаизм принцесса почему семья не стала иудейской ваша заловка агент во агент погиб теперь мне двоих уже надо черт на службе у царицы любого ждет множество испытаний верности но это испытание и я и я младшая выдержала когда агент карфагенян предложил ей приличную сумму за организацию восстания и я и я взяла деньги пришла при веком к вам теперь в ваших руках и золото и судьба бодастарта какой бодастарт о примкнуть отлично получим вот этого точно мы сможем агентом использовать явно о и две у нас отлично так десять три четыре сейчас мы выполним значит сюда я ее назначаем а в вавилон бодастарта есть готова амбиция выполнена ну а следующим ходом видимо засчитается так становится красноречивой да давайте красноречивой пускай политику изучает архив так явно еда есть давайте старого офицера сделаем не надо куда-то размещать вот в крепость пускай стоит это же крепость да сюда а вот этого сюда а тут тоже последнего уровня блин ладно эту в крепость поставим блин ну и же столько юнитов последнего уровня просто охренеть о засчитали амбицию сейчас прямо ну что у нас осталась последняя амбиция для которой нам надо катафрактариев открыть к сожалению катафрактарии у нас ну собственно за этим но они будут 1500 науки стоить то есть будут открываться ходов шесть мне надо что-то делать откуда-то науку брать то есть мне надо все делать ну то есть архивы я делаю как минимум везде где это возможно они дают науку и спецов на науку ну у меня ну любой городской специалист по моему науку будет давать походу проиграл уже 53 из 53 эх эх фак так я честно говоря не ожидал что так быстро египет это все сделает давайте посмотрим за счет чего короче египет кучу чудес построил раз два три четыре пять шесть семь восемь чудес это ему 16 очков дало да ну и кроме того 4 но три легендарных видите не особо а вот то что не куча городов еще то есть у него в принципе 13 городов 13 городов и куча чудес покажите как это произошло у нас 60 лет правило царица сатан бандера потом 18 мотовела потом буквально четыре года царица хаймарс потом 38 лет тутейшей и наконец у меня какой то хохолок на голове так а этот сколько получилось в итоге 36 лет да а хохо не хохо ну и давайте посмотрим ну вот просто давайте смотреть кати надо экспортировать в гиф видимо ну вот я родился да вот тут я родился поставил город здесь отжал у грека потом здесь мне пришлось убить римлян римлянина да ну смотрите вот где рим где рим в итоге ставил города у нас гифки сохранились и у нас гифки сохранились и ну не знаю ну блин Я считаю, что все-таки самое главное получилась это дебильная генерация карты. Как бы там, что бы тут ни говорили, но сами посудите. Вот мы появляемся... Давайте я гляну. Вот наша столица. Вот столица Грека. Вот столица Рима. Сейчас мы все откроем. Рим тут и тут ставит города раньше Грека. То есть у Грека вообще нет шансов, и я сюда ставлю. Греку вот приходится сверху тут ставить. У меня в принципе... То есть вот даже если... Смотреть, сколько свободных, то у меня получается... Вот тут вот свободные места, потому что тут уже Вавилон. Вот тут столица Вавилона. При этом Карфаген, столица Карфагена вот тут, и он полностью все вот тут заселяет. То же самое касается Египта. Ну, смотрите, я с Сирией как-то через жопу поселилась, да? Ну и у Египта куча. Во-первых, вот какой-то полуостров, на который доступ только Египет имел. Смотрите, как сгенерировалось. Тут все заселено нафиг Египтом. Ну, то есть как можно было вообще противостоять Египту? Что, нападать на него вот эти города, захватывать? Ну, просто, ну, генерация карты поразительная. Тем не менее, конечно, очень интересно играется. Вот у меня единственное, что... Значит, два момента. Генерация карты и из-за этой генерации карты расселение компьютеров. Когда Рим перся и поставил тут город Капую, да? И здесь два города за Вавилоном. Ну, тут можно даже по Сирии посмотреть. Ну, как-то так, может, как могут они вот тут селиться. Во-первых, достаточно... Как бы два варианта, я считаю. Что, во-первых, надо, ну, какое-то равное расстояние между столицами, чтобы было. Ну, более-менее такое, знаете. А не тут, когда три вот тут рядом, а остальные... Ну, хорошо, сгенерировалась бы карта по-другому. Я бы был на отшибе, один бы развивался, просто кучу городов бы поставил. А тут трое бы друг друга мочили, например, другие цивилизации. Тоже неинтересно. То есть, просто должно быть в равных условиях такое, знаете, как бы одинаково расположено. Ну, и второе, чтобы компьютер не бегал через территории других игроков и не ставил там города. То есть, логично, что Рим должен был тут поставить... Ладно, тут и тут, предположим, он поставил, хотя это место Греции. Я не знаю, почему Греция его не забрала. Но дальше он должен был тут, тут и тут селиться. Почему вместо того, чтобы тут селиться, он попёрся ко мне, капаю... Даже не сначала он хотел вот сюда поставить, между прочим, город. Я же убил тут поселенца, объявил ему войну первый раз Риму, чтобы вот тут ему не дать город поставить. Почему он прётся сюда и сюда ставить города, вместо того, чтобы ставить тут? Ну, к сожалению... А, давайте мы выключим туман войны. Я хочу посмотреть изначально вообще, как они расселялись. Это я могу без тумана войны делать. Вот смотрим. Кстати, а можно эту тоже в гифку экспортировать? Ну, вот смотрите, а вот ещё, кстати, у Египта и Персии, как рядом. Ну, Египет просто персов вынес в итоге. То есть, самые шикарные места, получается, у Вавилона и Карфагена были. Просто экспортирую в гифку. Вот смотрите, Рим, вот столица, сюда-сюда поставил. Окей, предположим. Но какого хрена вот тут он не заселял? Смотрите, как быстро Карфаген всё это занял. В это время Рим ходил сюда и сюда поселенцами своими. Вон, поставил там города. Ну, как... Что прописано в искусственном интеллекте, что он ведёт туда города ставить, вместо того, чтобы занимать вот эти клетки, очевидно? Что в это время, мне интересно, Египет с Персией делал? Смотрите-то, персы лучше расселяются, чем Египет. Поначалу. Хорошо. Объясните мне, почему... Вот, смотрите, почему Ассирия здесь ставит город. Раз, два, три, четыре клетки вокруг... Четыре места вокруг столицы, Ассирия прётся вот сюда ставить город. Что там такое? Что там такое офигительно интересно? Ну, не должны, по-моему, ну, по-моему, не должны так цивилизации расселяться. Это просто немножко, ну, сбивает именно историчность такую. Вот, где то ощущение, что это как будто вот королевство, там, цивилизации, которые расселяются. О, сюда, то есть, Ассирия даже... Я думал, я сначала, когда вот мы смотрели в начале, Ассирия думал, может, по остаточному принципу пошла туда ставить. Хрена. Это... Каким-то макаром Ассирия быстрее-быстрее туда начала ставить города. Мне вообще интересно, Египет с Персией, четыре города, они почти половину игры. Ну, то есть, тут круче всех в начале был Карфаген, Ассирия и Вавилон. Вы видите, особенно Карфаген. Рим хренью занимался у меня, меня подселял. Карфаген все заселяет просто. Просто все заселяется. Вот пошла... Пошла война Египта с Персией. Забрали первый город. Он сейчас, ну, сделается египетским, видимо, да. То есть, Египет просто Персов вынес нафиг. Ему, опять же, повезло, что Ассирия не воевала с Египтом. Нет, а теперь смотрите, где селится Египет. А вот тут Египет селится просто. Вот сюда довел поселов, поселил... Ну, ладно, тут, предположим, какие-то горы. Наверное, он сюда даже не мог проникнуть. Блин, но Рим вот тут поселил. Это вообще нормально? Ну, вот как... Это же он через всю карту просто пошел, поставил там города. Через всю нафиг карту. Вот еще забран город Перса. Еще один, еще один. Все. Персы уничтожены. И буквально через пару ходов уничтожен Рим. А в своих основных городах, своих четырех... В ядре своей цивилизации, Египет усиленно фигачил чудеса. И, собственно, ну, то есть, получается, за счет чудес он в основном победил. Да... Как история запомнит эти времена? Причем я, смотрите, по чудесам второй. У меня четыре чудо, у Египта семь. И у Греции один. Одно. Тут будут, интересно, графики всех, да. Египет по росту, ну, такое себе... Так, а я какого цвета голубенький? По муштре. Карфаген, конечно, рвал и металл по соцкапиталу. Ну, тоже я вот догнал немножко, ведь Египет и я культура. В культуре слабенько, недовольство. Ну, видите, как у компьютера, круто, то есть... А, нет, это как раз недовольство. Это как раз у Карфагена... Ну, вот в итоге... В итоге у Карфагена вообще минус 109. И я практически уже все недовольство у себя убрал. По науке я тут явно... О, господи. А что Карфаген не победил? Я не понимаю, почему везде... У Карфагена везде просто охренительно. Как он смог по очкам проиграть? Я вот поражен на самом деле. Деньги нормально у всех. Да, приказы... Вот что, что? Вот всю игру, вот всю игру у меня проблемы с приказами. Мне кажется, это вообще основная причина для меня проигрыша. То есть я постоянно, ну вот, не знаю... Видите, практически у всех всегда больше. Вот тут я только начинаю обгонять хоть как-то. У меня 31 приказ, в это время у Ассирии 65, у Карфагена 56. Ну, у Ассирии, по-моему, какая-то способность чисто у Ассирии есть на приказы. Поэтому у Ассирии куча их всегда. Тут в конце игры это просто мрак. Карфагена 120 приказов, у Египта 91. Военные очки это муштра, наверное, да? Не знаю, это, наверное, муштра, мне кажется. Имеющаяся территория. Видите, по территории я не особо от Египта-то отстаю. Так, цены ресурсов это для всех. Ну, и вот очки победы. Как вот мы шли. Вот тут Египет даже, ну, какое-то четвертое место занимает. Потом он тут ломанул, вот, забрав города Перса. И потом еще забрав города Перса. То есть вот забирание Перса позволило Египту выиграть. А если бы, кстати, возможно, если бы я дал Карфагену забрать Рим, возможно, и он бы выиграл. Да. Ну, и в итоге статистика специалистов. Я на втором месте, первый Карфаген. Рабочих у меня всего 14. Но я даже не представляю, откуда у меня приказы брать. Юнитов военных я был последний. Тем не менее, я убил на втором месте. Вавилон на первом месте по количеству убитых юнитов. Да. Потерянных юнитов. Посмотрите, Карфаген потерял всего один юнит. Египет 33. Ну, вот, ну, больше всех потерял, конечно, Рим и Персия, которые проиграли. А Египет из оставшихся больше всех юнитов потерял. Но это позволило ему выиграть. Я всего два лагеря успел зачистить. Принято законов. Да, ведь я на втором месте. Тут тоже Карфаген. Я не понимаю, как Карфаген не выиграл. Технологий 58. А я всего 33. Так Карфаген там, наверное, уже все техи открыл просто. Завербовано придворных всего 7. Развалин. Ну, тут, да, немного, прямо скажем. Улучшение под контролем 5. Да, это еще я 5-й. 203. Ну, это тоже примерно равное. Потом вот Ассирия с Карфагеном впереди у них намного больше. Ну, и чудес света, как я и говорил, 7 у Египта. Блин, Египет чисто победил, захватив Перса и построив чудеса. Кстати, возможно, чудеса были персидские какие-то. Какие-то из них. Да. Ну, вот такая партия получилась. Мне понравилось. Если вот не считать два момента. Это генерация карты, появление именно где цивилизаций самих стартовая. И второе, вот такое расселение компьютера. Дебильное, пересекающееся. Ну, то есть, я не спорю, что они могут стремиться там куда-то на свободные места. Но когда вокруг себя все ты заселил. А не вот так, как это делал Рим. Значит, поставил Рим, поставил Анций и Турикум. И потом поперся сюда. Вот он сюда хотел ставить. Вместо того, чтобы вот тут занимать вокруг себя. Вокруг Рима. Вот то, что вот это... То есть, тут даже Карфаген же не захватывал это. Карфаген чисто заселил эти места и все. При том, что столица Карфагена самого, в Огде, просто... Ну вот как Карфаген... Причем Карфаген как раз вокруг себя расселялся. И потом уже по остаточному принципу сюда пошел. Не знаю, что там у Рима в голове было. Ну, надеюсь, вам все равно понравилось это прохождение. Вы получили удовольствие ее смотря. Впечатления, пожалуйста, в комментарии. На этом все. Не знаю, когда будет следующее по Old World. Наверное, подождем каких-то глобальных таких обновлений. Но я считаю, что это на данный момент просто одна из лучших 4х стратегий. Очень приятно. А, ну еще отмечу. Опять в конце... Игра начинает очень тормозить. И вы по записи моего видео даже чувствуете. И непонятно из-за чего. То есть я смотрел. Никаких... Никаких нагрузок там ни на процессор, ни на видеокарту нету. Фиг знает, что там с ней происходит. Но это ощущается. Так что еще им надо стабилизировать точную работу игры. Кстати, напишите, как у вас она идет. Тоже на последних стадиях. Кто играет. На этом все. Играйте в умные игры. Слава Беларуси. Живе Украина. Россия будет свободной. Всем пока. Я Алексей Халецкий. Тот, кто сделал это видео. Лайк. Комментарий. Подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok